Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Торжественное закрытие месячника оборона массовой и военно-патриотической работы состоялось в стенах Дома культуры Станицы Северской. Для подведения итогов собрались работники администрации, ветераны, казаки, педагоги и школьники, а также представители юно-армейского движения и взвода почетного караула. С приветственным словом выступил глава Северского района Адам Джарим. Поблагодарив всех собравшихся за проделанную работу, Адам Шахметович еще раз напомнил о том, что воспитание в подрастающем поколении любви к своей родине и ее истории – дело не одного месяца. Сегодня мы торжественно закрываем месячник оборона массовой и военно-патриотической работы. Обеяна слава и родная Кубань. Но патриотическое воспитание на этом не заканчивается, потому что нельзя любить родину только один месяц в году. Уважать ветеранов только 9 мая. Быть патриотом своего Отечества – это обрести всем сердцем то, что было свято нашим предкам. Следовать заветам дедов и прадедов. Быть сопричастным к событиям, происходящим в стране, и чувствовать свою ответственность за будущее государства. Мероприятия, посвященные месячнику, проходили во всех поселениях и не оставили равнодушным никого. Творческие вечера, встречи и беседы с ветеранами боевых действий, круглые столы и музейные выставки – и это лишь небольшая часть всего того, чем жил район все эти 30 дней. От лица администрации района Адам Джарим вручил благодарственные письма тем, кто принимал наиболее активное участие в организации проведения мероприятий. Тем, кто вложил все силы и душу в воспитание юных патриотов и сохранение памяти об ушедших героях. Несмотря на серьезность и некоторую официальность происходящего, в зале царила праздничная атмосфера. Со сцены звучали прекрасные песни о сильной и свободной стране, о подвигах героев прошлого. Настоящий патриотизм – это не просто любовь к своей большой и малой родине. Это желание менять мир вокруг себя к лучшему, готовность приложить максимум усилий для того, чтобы будущие поколения жили достойно. И, судя по нынешней молодежи, наше будущее в надежных руках. Я искренний патриот своей страны, родины, своей малой родины. И я хочу, чтобы мои дети, внуки жили под мирным небом, чтобы они никогда не знали войны. А для этого нужно помнить подвиги своих предков. В прокуратуре Северского района проведена проверка исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законодательством, направленного на защиту детей, находящихся в социально опасном положении, а также на предупреждение преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их. Проверки были подвергнуты образовательные учреждения района, также полиция, комиссия по делам несовершеннолетних, другие органы системы профилактики. При анализе работы школ было установлено, что в соответствии с данным законом образовательные учреждения обязаны внедрять, скажем так, продвинутые методики формирования законопослушного поведения несовершеннолетних. Это прямое требование закона. Однако не во всех школах эти методики применяются, разрабатываются, либо они охватывают не всех учащихся. Необходимо отметить передовой опыт такой школы, как 49-я Смоленская. Там разработана эта методика, внедрена с 1 по 11 класс. В школе проверялась работа педагогов-психологов. Если ребенок совершил противоправное деяние, административный проступок, либо нарушил устав, необходимо с ним работать, работать педагогу-психологу. Как правило, все единицы заняты вакансией, но тем не менее педагог-психолог работает, составляет диагностику какую-то, а дальше это никуда не идет. Кроме этого проверялась работа полиции. Помимо инспекторов АПДН, которые непосредственно работают со школами, с учащимися, эту же работу должны вести участковые и уполномоченные. Но они у нас не всегда надлежащим образом доходят, снисходят к школам, к детям. Вот проверяли административный участок станицы Новодмитриевской. Там имеется металлоприемный пункт. Однако участковый почему-то в своих документах пишет, что такого пункта у них нет. В то время, как у нас люди совершают преступление по краже цветного металла, сдают туда благополучно, а полиция что-то не увидела. Вот отсюда и получается, что не всегда полиция срабатывает оперативно, устраняет те причины, благодаря которым совершается преступление. Прокуратурой района ответственным лицам внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. В дежурную часть отдела МВД России по Северскому району поступило сообщение о разбойном нападении. Продавец продуктового магазина пояснила, что двое неизвестных в медицинских масках вошли в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения, отсмотрев которые, установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники. Ориентировка на разыскиваемый автомобиль была направлена всем дежурным нарядам полиции. В итоге он был остановлен на территории Славинского района. В салоне автомобиля находились двое жителей Абинского района. Они были задержаны по подозрению в совершении разбойного нападения. В ходе проверки была установлена причастность задержанных еще как минимум к двум фактам совершения разбойных нападений на территории Абинского и Славинского района. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ «РАЗБОЙ» проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливается возможная причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодарского края. Информационно-консультативный семинар на тему изменения условий организации работы предприятий розничной торговли состоялся 27 февраля в актовом зале администрации Северского района. В нем приняли участие глава района, заместители главы и начальники управления администрации района и представители предприятий розничной торговли. В прошлом году в муниципалитете открыт Центр поддержки предпринимательства, оказывающий на безвозмездной основе информационно-консультативные услуги по вопросам, связанных с развитием бизнеса. Ведущие специалисты Краснодарского филиала Российского экономического университета имени Плеханова совместно со специалистами Муниципального центра поддержки предпринимательства в Северском районе рассмотрели вопросы о законодательстве в сфере деятельности торговых предприятий, о контроле и упорядочении в сфере алкогольной продукции, организации работы кассовых аппаратов, а также новых требованиях в сфере деятельности торговых предприятий. Актуальность проведения обучающих семинаров для предприятий заключается в возрастающей важности развития розничной торговли, так как именно розничная торговля позволяет не только динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать качество жизни за счет своевременного удовлетворения запросов каждого потребителя. В Северском районе продолжаются проверки качества медицинского обслуживания жителей. Глава района проводит личные встречи с пациентами. Их цель – как можно раньше помочь людям пойти навстречу, услышать о проблеме, как говорится, из первых рук. Очередной такой прием состоялся во Львовской амбулатории. Адам Джарим вместе с руководителем Центральной районной больницы и главой львовского поселения пообщался с жителями по вопросу ликвидации очереди на проведение ультразвукового обследования. На контроль взяли и другие важные проблемы сельчан. Ответственные лица тут же получили распоряжение от главы муниципалитета разобраться в сложившихся ситуациях. Жители поселка Львовского обратили внимание главы района процветания села и искренне высказали в адрес представителя власти слова благодарности. А я хотела поблагодарить за хутор песчаный, потому что когда 30 лет тому назад я приехала, то вообще дети играли непонятно чем и непонятно где. А сейчас вот благодаря... Детская площадка, да? Да, остановка, автобус, а маслиница у нас такая красивая была. Мы все на подконтрольном. Наш деталок работает. Спасибо вам большое. Обход по поликлинике, личное общение с пациентами и медицинским персоналом позволяет увидеть недостатки в работе амбулаторий. В районе прошло уже несколько приемов главы в медицинских учреждениях. Все они позволили оказать очень быструю и нужную помощь жителям поселений. Глава района Адам Джарим отметил, что подобные встречи будут продолжаться и далее. Практика прямого общения жителей района с администрацией показала себя эффективной, а потому и должна стать постоянной. В музыкальном зале детской школы искусств поселка Черноморского состоялся концерт, посвященный закрытию месячника оборона массовой и военно-патриотической работы под названием «Присяги воинской верны». На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и родители. В память о подвигах наших дедов и отцов, благодарность за свободу и чистое небо над головой со сцены прозвучали стихи, песни, хореографические и музыкальные композиции. Директор детской школы искусств Виктория Черненко наградила лучших активных учеников, принимавших участие в мероприятиях месячника оборона массовой и военно-патриотической работы и ставших победителями и призерами на различных районных конкурсах. Все дальше уходит в прошлое, годы страшной войны, но подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в наших сердцах. В память о незабываемой встрече ребята и педагоги подарили ветеранам цветы. Редактор субтитров А.Семкин